Мы живем на героической Сталинградской земле. Именно здесь произошел перелом в ходе Великой Отечественной. Именно здесь было положено начало Великой Победы. И за эту победу мы говорим спасибо ветеранам, спасибо труженикам тыла, спасибо всем, кто выжил в этом пекле и возродил город-герой из пепла. И сегодня герой нашей программы Галина Федоровна Шетвинкова. И к ней мы идем в гости. О том, что такое война и как это бывает страшно, маленькая Галя поняла в пять лет. В августе 1942-го, когда немецкие войска начали массированную бомбардировку Сталинграда. Мы прибежали домой, а дом наш уже был разбит. Значит, прямое попадание, все сгорело. Остался один там чугунок. Потом мы его забрали к себе. Вот, и нам некуда не бежать, ничего. Ну, мы побежали, думаю, мама говорит, давайте бежать к переправе. И мы по берегу побежали к переправе. А тут самолеты, самолеты летят низко-низко. Вот даже видно лицо пилота. Улыбаются и строчат из пулеметов. Строчат, значит, а мама кричит, ложись. Мы ложимся. Ложимся, значит, потом, значит, он пролетел. Мама кричит, вставай. Вставали. Господи, слава тебе, Господи, живы. Жизнь Галины, ее сестренок и братишек, а в семье воспитывались семь детей, зависела только от матери. Она, как и все бесстрашные сталинградские женщины, следуя материнскому инстинкту, каждый день совершала маленькие подвиги для спасения своей семьи. Рыла землянку вместо разрушенного дома, искала продукты, работала. А главное, в то нелегкое время испытаний и лишений она учила детей доброте, оптимизму и умению прощать. И те мамины уроки не прошли даром. Война закончилась. Галина Федоровна показывает нам фотографии, которым почти 70 лет. Вот на этой сентябрь 1946 года. Тогда впервые после войны в Сталинграде заработали школы, и Галина Шетвинкова пошла в первый класс. Говорит, что хорошо помнит первый день учебы. Он был не таким праздничным, как День знаний сейчас. У меня был чемоданчик, такой из подслесарных инструментов, вот этого плотника. Он специально сделал такой коробочек, куда можно книжки положить, все-все-все. И с этим пеналом, как говорится, я ходила в первый класс и во второй класс. После школы Галина Федоровна закончила техникум, работала в Волжском на химическом предприятии, а после выхода на заслуженный отдых в Центральном универмаге города. Здесь она и узнала, что совсем рядом с ее работой находится отделение общества «Дети военного Сталинграда». Сейчас уже точно никто и не может вспомнить, в каком именно из этих зданий располагалось в конце 90-х Волжское отделение организации «Дети военного Сталинграда». Но оно было здесь, в 39-м квартале, недалеко от здания Центрального универмага. В обществе «Дети военного Сталинграда» есть свой хор. И Галина Федоровна неожиданно открыла в себе певческий талант. Она стала одной из солисток хора, который часто разъезжает с концертами по школам Волжского. Мне кажется, говорит Галина Федоровна, что патриотическая работа с молодежью очень важна. Особенно сейчас, когда мир стоит на грани войны. За такую активную жизненную и общественную позицию, за трудовые успехи Ассоциация «Дети военного Сталинграда» выдвинула кандидатуру Галины Шетвинковой на участие в благотворительном проекте «Спасибо за победу». «Спасибо за победу» – это совместный благотворительный проект телекомпании «Ахтуба» и «Волжской ГЭС». Это проект про ветеранов и для ветеранов. Он рассказывает о военном прошлом наших героев и помогает им в решении бытовых проблем, будь то покупка нового холодильника, телевизора, мясорубки и даже ноутбука. За пять лет существования проекта его участниками стали 34 фронтовика и труженика тыла из Волгограда, Волжского, Среднеохтубинского и Ленинского районов. Сейчас в эфире шестой сезон программы «Спасибо за победу». Мы узнали, что Галине Федоровне больше всего в хозяйстве нужен холодильник. Купили большой, вместительный и приехали к нашей героине с подарком в гости. Хозяйка встречает нас радушно, смеется. А мы тут ремонт затеяли, скоро обои наклеим, и новый холодильник отлично впишется в интерьер. Я представляю коллектив «Болжской ГЭС». Это предприятие, где уже много лет реализуется благотворительный проект, который называется «Спасибо за победу». Мы помогаем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла, детям военного Сталинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей. Мы дарим вам сегодня в рамках этого проекта холодильник и сертификат в один из продовольственных супермаркетов. Геночки. Это самое малое, что мы можем для вас сделать. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни. А еще мы подарили Галине Федоровне большой набор посуды, который так необходим каждой хозяйке на кухне. Порадоваться за свою боевую подругу приехал руководитель общества «Дети военного Сталинграда» Михаил Серафимович Кузнецов. Я бы хотел сказать большое спасибо руководству ГЭС, телеканалу «Ахтубэ», за то, что организация проекта «Спасибо за победу» не забыли и людей, членов общества «Дети военного Сталинграда». Вообще, конечно, очень приятно людям получить такие весомые подарки. А самое главное, конечно, что они их не забывают и что их чтят. Галина Федоровна щедро одаривает нас объятиями. Гостеприимство и радушие она как раз и унаследовала от мамы. Та любила принимать гостей и угощать их чаем. Нам, кстати, даже досталось по баночке душистого малинового варенья, которое хозяйка дома приготовила сама. А еще Галина Федоровна подарила нам одну из любимых песен в собственном исполнении. Босонушка в простых сапогах В будни мирное танго вошло В уцелевших от бомб городах Зазвучало легко и светло Под баян или аккордеон Под гитару или под патефон Ты дарила улыбки и смех Это танго, это танго, это танго Для всех Нам повезло, что мы живем в одно время с очевидцами и ветеранами Великой Отечественной войны. Ведь благодаря их рассказам мы по крупицам можем воссоздать картины тех страшных дней, поучиться у них мудрости и заразиться жизненным оптимизмом. А главное сказать спасибо. Спасибо за наше мирное небо над головой И пожелать здоровья и долгих-долгих лет жизни. С вами была Ирина Горшинина и проект «Спасибо за победу».